Всем привет, ребята! Меня зовут Настя, и я рада видеть тебя на своем канале. Пару дней назад я создала опрос, где спрашивала, какое видео вы хотите видеть на моем канале. И большинство людей проголосовало, что за то, какие девушки нравятся парням. И перед съемкой этого видео я у огромного количества человек противоположного пола спросила, какие же все-таки девушки им нравятся. Также изучила очень много информации на просторах интернета и готова всем делиться с вами. Так что если ты хочешь быть той идеальной девушкой, которая будет нравиться всем парням, то обязательно смотри это видео до конца и пользуйся моими советами. И да, если ты первый раз на моем канале, то обязательно не забудь на меня подписаться, потому что только так ты не пропустишь мои новые видео и узнаешь много полезного из них. А теперь давай приступать к основной теме нашего видео. Поехали! Я решила, что первые пять фактов будут про внешность девушки, а остальные пять про ее поведение и черты характера. И первое, что я поняла, что для парней внешность это все-таки одно из самых важных показателей в девушке. Как бы это грустно сейчас не звучало. Но, девчонки, это факт, поэтому ухаживать за собой нужно обязательно. Да и вообще я считаю, что не существует некрасивых девушек в природе. Существуют только те, которые не ухаживают за собой. В мире столько парней, столько вкусов и понятное дело, что твой тип тоже кому-то очень нравится. Так что следи за собой и все будет круто. Второе, на что обращают внимание парни, это фигура. Как мне объяснили сами мальчики, то изначально они смотрят на внешность девочки, и если им нравится ее лицо, то они обращают внимание на фигуру. Кому-то нравятся более худые, кому-то нравятся более спортивные, но в любом случае про фигуру не нужно забывать. И следить за ней должна каждая уважающая себя девушка. Парни хотят видеть рядом с собой маленькую и хрупкую девочку, которую хочется защищать и оберегать. А не слоника, который будет весить где-то две тонны, и сможет уничтожать людей сам, просто запрыгнуть на них. Классно я, конечно, сравниваю девушек. Так что, девочки, стараемся себя держать в форме, а я вам буду в этом помогать. Третье, это макияж. Да, парням нравится, когда девушка за собой ухаживает, красится, но это должно быть очень в меру. Парни больше любят натуральность и естественность. Так что выровняй свой тон кожи, если это необходимо. Накрась ресницы, можешь брови подкрасить. Даже если тебе безумно сильно хочется, можешь нарисовать стрелки. Но никогда не приходи на свидание с вечерним смоки-ай, с яркими губами на пол лица и ресницами, которые хлопают так, как будто ты сейчас взлетишь. Такое парня только отпугнет. Вы должны просто подчеркнуть достоинство, а не переделывать все лицо полностью. Четвертое, это волосы. Это факт, парням нравятся длинные волосы, так что если у тебя короткие, то советую тебе их отращивать. Да и мне самой у девушек гораздо больше нравятся длинные, роскошные волосы, за которыми она ухаживает, а они просто висят как солома. И вы не должны забывать, что приходить к парню на свидание с жирной головой тоже не лучшая идея. Да и вообще, в принципе, никуда не нужно ходить с жирной головой. Это некрасиво, и это сразу говорит о том, что девушка за собой не ухаживает. Пятое, это запах девушки. Есть даже научно доказанный факт, что когда от человека приятно пахнет, то в глазах собеседника он гораздо привлекательней. И я с этим полностью согласна. От настоящей девушки всегда должно хорошо пахнуть, а не вонять. Поэтому не забывай про средства личной гигиены. Да и с духами не перебарщивай, потому что если ты выльешь на них целый флакон, парень тоже не оценит. И я думаю, окружающие на улице тоже. Шестое, это искренность. И как по мне, это одно из самых главных качеств не только идеальной девушки, но и всех людей в принципе. Оставайся всегда со всеми искренней, и любому парню это понравится. Не строй в себя непонятно кого и непонятно что. Будь собой. Ты особенная. Ты не такая, как все. И я уверена, что любой парень это заметит. Глупо строить из себя кого-то другого ради того, что понравится парню. Ведь даже если это случится, ему понравишься не ты, а та, за которую ты себя выдаешь. И кем не являешься. Да, возможно это будет работать первое время, но в конечном итоге он просто разочаруется. Седьмое. Умей слушать его и не говори слишком много. И не рассказывай себе сразу все. Парню наоборот будет интересно открывать тебя с новых сторон. Будь девушкой-загадкой, и он будет сам назначать тебе встречу одну за другой. Он сам будет интересоваться тем, что тебя еще не знал. И это значит, что ты его точно зацепила. И не будь сильно навязчива, не пиши ему каждую секунду и не зови гулять сразу после встречи. Тебя не должно быть слишком много, и парень должен успеть соскучиться за тобой. Восьмое. Это юмор и смех. Не забывай смеяться над шутками, парни, для них это правда очень важно. Но только если он пошутил очень тупо и вообще не в тему, будет странно, если девушка начнет ржать как кобыла. И вообще пусть учится нормально шутить. А если ты обладаешь классным чувством юмора, то никогда не скрывай это, шути как можно больше. Ведь смех это всегда круто, и любому парню нравятся позитивные девушки. Девятое. Не будь грустной и разочарованной в жизни, такие только отталкивают. Ведь они несут только плохие эмоции, зачем это парню? Не выворачивай на парня сразу на первом свидании все свои проблемы и переживания, ему явно это не понравится. Он же идет с тобой хорошо проводить время, а не слушает вечное ночью. Я сейчас не говорю о том, что если вдруг ты с парнем находишься длительное время в отношениях и нуждаешься в его поддержке. Это другое дело. И кстати, не забывай сама поддерживать парня. Даже если у него плохо получается, просто верь в него. Возможно, именно это его вдохновит. Десятое. Наличие своих увлечений и хобби. Ты не должна целыми днями сидеть и ждать сообщения от парня, звонить ему 24 на 7. Его это только будет бесить. У тебя должны быть свои занятия и увлечения, которым ты посвящаешь большое количество времени. И это он еще должен постараться, чтобы встретиться с тобой, потому что у тебя нет просто на это времени. И парням это правда нравится, потому что они видят, что у тебя в интересах не только погулять с ним или подружками, а то, что ты умная, целеустремленная девушка. Если это правда так, то красава, продолжай в том же духе, и я тобой безумно горжусь. И в принципе на этом все. Если тебе понравилось это видео и было чем-то полезным, то обязательно не забывай ставить свой пальчик вверх. Тебе не сложно, а мне приятно. Также не забывай писать в комментариях, какие для тебя основные качества в идеальной девушке. Возможно, я о чем-то забыла упомянуть. И не забывай подписываться на мой канал, если ты до сих пор этого еще не сделал. Всем желаю хорошего дня и пока! Субтитры сделал DimaTorzok